Новый день встречаем с программой Утренний Фрэш. Я Анна Корольчук, как всегда, расскажу о культурных событиях Гомеля и Гомельской области, а также познакомлю с другими интересными фактами и событиями. Начинаем! Как всегда, о погоде. Сегодня на территории Гомельской области будет ясно, осадков не прогнозируется. Днем воздух прогреется до 13 градусов выше нуля. Ветер восточного направления скоростью до 6 метров в секунду. И в продолжение темы. Завтра в Беларуси будет тепло и солнечно, осадков не ожидается. Днем в отдельных районах температура поднимется до 17 градусов. Последний день уходящей недели обещают быть чуть прохладнее. Потеплеет максимум до 14 градусов. А вот в начале следующей рабочей недели в Беларуси резко похолодает. Предупреждают синоптики. В понедельник по всей стране прогнозируются кратковременные дожди и местами мокрый снег. Днем температура воздуха будет почти аналогично ночной. Минус 1, плюс 6. Зато уже во второй половине вторника термометры покажут от 11 до 17 градусов выше нуля. Согласно долгосрочному прогнозу погоды, первые дни апреля в Беларуси будут довольно прохладными. Но поживем-увидим. Картинная галерея Гавриила Ващенко проводит отбор творческих работ на областную выставку искусств «Я художник, я так вижу». Со своим творчеством ценители искусства могут познакомить жители Гомеля и Гомельской области. К участию в проекте принимаются картины, инсталляции и скульптуры, а также графика, гобелены и авторские куклы. Будущую экспозицию планируется расширять по мере поступления работ. Этот выставочный проект дает хороший шанс заявить о себе, поэтому стать его участниками предлагается не только профессиональным мастерам, но и тем, кто впервые решил продемонстрировать свои таланты. Посетители Дворца Румянцев и Паскевичей могут познакомиться с выставочным проектом без срока давности. Он посвящен 75-летию Великой Победы и объединил труд музеев разных стран. Внимание у гостей музея представлены подлинные экспонаты, которые хранятся в фондах музея Дворца. Также частью экспозиции стали фотографии о деятельности поисковых отрядов Смоленщины. Как шло возвращение имен неизвестным героям? Об этом расскажут материалы выставки. Для посетителей Дворца Румянцев и Паскевичей доступна выставка под названием «Весна начинается сегодня». Гомельский живописец Олег Курашов творит в жанре натюрморт с цветами. Встретиться с весной искрометной живописью гостям музея предлагается в Южной галерее. Именно ее украшают яркие полотна автора, где главные герои цветы. Образ женщины вдохновлял художника во все времена. Мать, дочь, возлюбленная и даже незнакомка еще в древности становились героинями живописных произведений. Но и на полотнах наших современников женские образы появляются не реже. Причем у каждой героини своя история и свой характер. Познакомиться с выставкой «Женский образ» в изобразительном искусстве в скором времени предложат жителям и гостям города Гомеля дворец Румянцев и Паскевичей. В областном центре будет представлена выставка «Русская Атлантида». Этот проект объединил художников, которые принимают участие в ежегодных пленэрах в городах Малого Золотого Кольца России. Его основная цель – привлечь к совместной работе как можно больше живописцев, которые помогут максимально полно раскрыть тему малых городов России. На выставке гомельчане смогут увидеть работы 32 художников. Познакомиться с ними предложит картинная галерея Гаврила Ващенко. Молодежный театр представит гомельчанам премьеру рок-комедии «Фанатки». Это спектакль о молодых, для молодых и их родителей. Он рассказывает об актуальной проблеме – желании надевать маски, прячась от действительности. Мир, созданный в постановке, отражает вполне реальное фанатичное отношение людей к себе, своим близким и обществу. Почему и зачем человек создает себе кумира? Как оставаться собой в обществе, где постоянно нужно оправдывать чьи-то ожидания? Как сохранить свою искренность? Ответы именно на эти вопросы и будет искать главная героиня спектакля. Камерный хор – лауреат международных конкурсов и фестивалей под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь Елены Соколовой, представит пасхальный концерт. Это уже хорошая традиция в культурной жизни Гомеля. Его слушатели не устают восхищаться необычной интерпретацией произведений. В рамках программы, в исполнении лауреата международных конкурсов, Константина Горошко прозвучит одна из самых популярных эстрадных песен середины прошлого века. «Мой путь» из репертуара Фрэнка Синатры. А молитва «А вы Мария» и вальсы Шопена прозвучат под аккомпанемент лауреата международных конкурсов Виталия Фомина. К следующим новостям. Массовое цветение равноплодника Василисникова отмечается в Беловежской пуще. Оно началось на месяц раньше обычных сроков. По многолетним наблюдениям, цветение этого редкого охраняемого вида приходится на вторую декаду апреля. А в этом году необычное явление связывают прежде всего с теплой и бесснежной зимой. «Неделя леса». Акция под таким названием пройдет в нашем регионе с 28 марта по 4 апреля. В этом году деревья высадят на площади более 3,5 тысяч гектаров. В основном это будут сосны и дубы, а также другие смешанные породы, которые отличаются устойчивостью и приживаемостью. Параллельно с этим будет вестись уборка и благоустройство приусадебных территорий и мест отдыха. Внести свой вклад в дело посадки леса может каждый. Для этого нужно обратиться в лесхоз или лесничество, чтобы согласовать место и время проведения работ. Инвентарем и посадочным материалом обеспечат всех желающих. К другим интересным новостям. Света увидела разработка, которая призвана улучшить прическу ее владельца всего за 12 недель. Это кепка, предназначенная для стимуляции роста волос. Внешне она ничем не отличается от обычной бейсболки. Однако в комплекте с ней поставляется специальное средство, которое нужно использовать перед надеванием головного убора. Врачи говорят, причиной облысения нередко становится превращение тестостерона в дегидротестостерон. А новинка предотвращает производство этого гормона. Эффект достигается в результате воздействия лазерных лучей. Кепка прошла испытания в одной из клиник Китая. Производитель уверяет, в большинстве случаев устройство помогло восстановить рост волос. Подведены итоги недавно завершившегося фотоконкурса дикой природы Nature TTL 2020. Среди 7 тысяч снимков участников из 117 стран определили победителей. Итак, лучшим назван снимок французского фотографа над тюленями-крабоедами. Фото было сделано в Антарктиде при помощи дрона. На нем семейство тюленей на ледяном острове. Лучшей пейзажной работой стал аэрофотоснимок, сделанный ирландским фотографом в итальянской Тоскане. На нем стадо овец прячется от солнца в тени дерева. В номинации «Макро» победил снимок «Китайская живопись». А фото «Бурсука» на фоне цветов стало лучшим в номинации «Дикая природа». Животное попало в объектив фотоаппарата представителя Великобритании. В этой номинации было отмечено еще одно фото. Норвежский фотограф заснял спящего голубя во время снегопада. Отдаленный уличный свет на заднем плане создал ореол вокруг птицы. Победителем в номинации до 16 лет стал юный фотограф из Словении. На его снимке – лисенок, который несмело выглядывает из укрытия. Но приз зрительских симпатий достался работе фотографа, заснявшего белого пеликана, который пытается справиться с большой рыбой. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы. Рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области. Интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск. Подписывайтесь на наш инстаграм и присоединяйтесь к группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Беларусь4» в 20.25. Это прекрасная возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Звоните в студию, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. По понедельникам в нашем эфире на важные вопросы жизни региона отвечают участники интерактивной программы «Диалог». Это руководители управления комитетов Гомельского облсполкома, предприятий и организаций. Открытый разговор помогает решить волнующие проблемы. Включайте телеканал «Беларусь4 Гомель» в понедельник в 19.20. Номер телефона прямого эфира 34-00-43. Новый день с вами встречали «Утренний фреш» и я, Анна Корольчук. Сегодня пятница, а это значит, что впереди выходные. Желаю вам продуктивного рабочего дня и хорошего настроения. Увидимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok